Добрый вечер! Вы смотрите программу Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Выход четырех депутатов из оппозиционной фракции Батькивщины Верховной Рады по-прежнему остается одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе. Неделю назад, ровно неделю, в нашей студии был один из этих депутатов, Виталий Немилостивый. Объяснял свою позицию, приводил свои аргументы. Наверное, будет интересно послушать и позицию его оппонентов, вернее оппонентов сейчас, а до недавнего совершенно времени бывших однопартийцев. У нас в гостях Вадим Глушко, депутат Харьковского областного совета фракции Франсмин. Здравствуйте, Вадим. Вот эта история, которая произошла с депутатами Верховной Рады. За четверых не будем, всех касаться, половину, собственно говоря, и не знаем, кто есть эти люди. Что касательно Виталия Немилостивого, который возглавлял избирательный штаб объединенной оппозиции в Харькове на прошлых выборах. Какова была ваша реакция, когда вы узнали об этом поступке? Сказать, что я удивился, я не удивился этому решению, потому что, в принципе, изначально выборы Верховного Совета были чуть-чуть поставлены с ног на голову. По большому счету назначение Виталия Немилостивого начальником штаба, это было единоличное решение Арсения Яценюка. С нами, как с областным советом, никто эти моменты даже не согласовывал. И, по большому счету, он в партии, Фронтзмин, появился за месяц-два до выбора, я имею в виду, до назначения начала кампании предвыборной. То есть, нам его рекомендовали как человека умудренного опытом, политика со стажем и так далее. А кто рекомендовал, я прошу прощения, кто? Полицовет, то есть, киевское руководство, скажем так. Я говорю, мы поднимали эти вопросы на совете, нашим областном партийном, пытались прояснить ситуацию, почему, как. Мы планировали, что все это будет построено чуть-чуть по-другому. Вертикальнее сверху вниз, а снизу вверх. То есть, по большому счету, в Верховную Раду должны были идти те люди, которых делегировали снизу. То есть, первичные ячейки, потом областной совет и, соответственно, утверждение на уровне Киева. Но здесь получилось все да наоборот. То есть, кандидаты, которых мы рекомендовали, которые должны были идти по спискам проходной части, по каким-то причинам, известным только руководству Киевскому, оказались далеко за бортом. А Виталий Немилостив, последний момент, насколько я владею этим вопросом, оказался номер 62. По большому счету, это не умаляет его достоинства. То есть, смог в этой жизни, жизнь, она очень тяжелая и сложная. Просто у нас по сей день остаются вопросы, почему. То есть, по сей день нам никто из киевского руководства это не объяснил. Я говорю, что это было решение, принято на уровне Киева. То есть, в Харькове даже этот вопрос никто не обсуждал. В приказном порядке, получается, да? Ну, списки составляли в Киеве. То есть, с нами их никто не согласовал. Если бы хотя бы собрали процедуру и было бы какое-то согласование, мы бы, наверное, высказали свою точку зрения по этому вопросу. Ну, предположим, в списке, да, действительно, в списке перерогатива партии. Насколько я помню, там была очень серьезная и непростая борьба за места в списке. И были разные редакции списков. И до последнего там возили к Юлии Владимировне и так далее. То есть, там до последнего момента действительно никто не знал. Никто не знает, как это все произошло. Но вот что касается назначения на пост главы штаба, избирательного штаба. Вот как это случилось? Насколько я понимаю, опыта именно штабной работы не было, да? Ну, как показала практика, да. Он оказался невеликим штабным работником. Он, в хорошем смысле этого, хороший бюрократ. В этом отношении не дать, не взять. И есть у него чему поучиться. А в смысле штабной работы, ну, если поставить по 12-бальной системе оценку за работу нашего штаба, когда мы окунались в эту схему, и наши люди работали в штабах, то, ну, я думаю, баллов 6 больше не поставишь за работу. Нельзя сказать, что она неудовлетворительна, потому что получили какой-то результат, но больше удовлетворительна не поставишь. Была куча непродуманных вещей. Потом недоразумение в самом коллективе, штаб где стал. И все это сказывалось на конечном результате. То есть все было построено, знаете, как в хорошие бюрократические времена. Хочешь ко мне попасть, запишись на прием, и я подумаю, когда тебя приму. За это время могло все кардинально поменяться. И когда ты попадаешь на прием, пытаясь объяснять, уже это никому не нужно. Ну, это как на войне, понимаете. Если сегодня не скорректировать, куда стрелять орудиям, то зато там может уже быть, можно стрелять по своим. Так и здесь получилась такая ситуация, что, ну, не скоординированная была работа. Была какая-то определенная конкуренция между партийными структурами, которые вошли в нынешнюю одну фракцию. Но в то же время все зависит, по большому счету, от руководителя. Виталий Александрович принял для себя такую позицию, вот я начальник, хотите ко мне попасть, запишитесь. И многие говорят, что в связи с этим, в связи с тем, что даже у начальников штабов районных не всегда был доступ, назовем это, к телу первого лица руководителя областного штаба, были какие-то такие просчеты. Хорошо, ну, предположим, да, вот такой достаточно жесткий стиль руководства. Но при этом, даже в условиях избирательной кампании, у партийцев, насколько я понимаю, ну, может быть, не у рядовых, но, по крайней мере, у руководителей районных местных штабов, ведь есть возможность обратиться к киевскому, да, вот штабу, например, то есть как-то разъяснить ситуацию. Пробовали это делать, нет? Лично я писал не единожды, по сей день не получил ни одного ответа, то есть во время избирательной кампании, лично писал Яценяко, лично писал Турчиново. О своем видении происходящего процесса, о том, с чем был не согласен, ну, никакого вразумительного, вообще никакого ответа, скажем так, не получил. Соответственно, или не сошли нужным дать ответ, или ответить было нечего, как я понимаю. Ну, и все-таки вернемся к самому первому нашему вопросу. Хорошо, предположим, невеликий штабист, хороший бюрократ, опытный политик, чиновник, эксперт в разного рода вопросах, все это качество, которое присуще. Но почему вас не удивило то, что именно вот он, да, оказался в этом списке четверых? Почему? Ведь назначали, со стороны вводили в списки многих людей, которые не состояли во фронте ЗМИН, которые не состояли в Батьковщине. А там кужель ввели, да, но с кужель как бы проблем нет. И там еще ряд людей, которые, собственно говоря, практически со стороны, но они держатся. А вот с Виталием Александровичем почему-то вы уверены были, что так произойдет? Я вам хочу сказать, ну, это мое внутреннее чутье, которое подтвердилось со временем, по большому счету мы обсуждали на своих активах, эту тему обсуждали. Ну, не оппозиционер, он по натуре, скажем так. То есть у него много, наверное, положительных черт, чисто там профессиональных. Он руководил заводом, я не профессионал в этой отрасли, и мне не давать ему оценки, каким он был замминистра, руководителем завода и так далее. Но общаясь, доводилось с ним общаться, ну, не оппозиционер он по натуре, по своей. То есть, по большому счету, руководить штабом, в моем понимании, должен был тот человек, который стоял у истоков партийного движения, который пошел в школу, который устраивал определенную роду акции и так далее. Потому что быть в оппозиции — это непростой хлеб. И знаете, у меня сложилось такое впечатление, что это все совпало с тем, что в ближайшее время, после того, как он начал писать свои заявления, прошла акция в городе Харкеве. То есть, соответственно, по большому счету, он как депутат народный, закрепленный от фракции «Батьковщина» за Харкевской областью, он должен был принимать активное участие в ней и организовывать. Я думаю, что это тоже один из поводов. То есть можно говорить разные вещи. Понятно, что в каждой фракции есть свои недоразумения, недопонимания. По большому счету, ты, вращаясь в этой фракции месяц, два, три, ничего не поменял. Как тогда блокировали трибуну, просто тогда были одни требования, сейчас другие можно говорить. В любом случае можно найти аргументы в пользу того, в пользу своего действия, любого, без разницы. Ну, давайте об аргументах, собственно. Аргументы для меня, честно, не очень понятны. Мы с вами отлично понимаем, что в любом обществе должна быть оппозиция. Без разницы, какая партия или какой блок, какая фракция находится у руля. За 20-летнюю историю в нашей Украине уже у руля были всевозможные партии, кроме крайне радикальных. И все-таки находили общий язык. Та же самая партия регионов блокировала ту же самую трибуну. Но тогда никто массово не писал заявление по выходу из фракции. То есть было бы более правильно в моем понимании. Он взрослый человек, он сам должен принимать свое решение. Если ты не согласен с позицией партии, которая тебя выдвинула, которая тебя сделала народным депутатом, ты же не мажоритарщик. Это мажоритарщик, который пошел, может говорить, что за меня православа определенная громада. Тогда можно еще сказать, что здесь какой-то процент дало партийной принадлежности, а процентов 80 от своего общего процента дал электоральный процент. Ну а здесь отработала партия по большому счету. Ты прошел по спискам партии, ты читал программы партии, ты подписывал те же самые присяги. Сейчас можно говорить, что она там юридически не имеет никакого значения. Согласен. Это присяга, которую давали кандидаты. Ну там присяга большая, то есть не зра отживаты и так далее. Но если ты с чем-то не согласен. Имеи мужество и не нужно делать эти демарши. То есть понятно, проще всего сказать, Арсений Петрович, напишите заявление, реально понимая, что он его не напишет. Но ведь вы читали его аргументы, да? Вот перед вами, я понимаю, они и есть. Там ни слова нет о том, что разошлась его позиция с позицией партии или с предвыборной программой объединенной оппозиции. Там этого нет. Наоборот, говорится о том, что действия руководства фракции разошлись с ними. И это получается с требованиями той же предвыборной программы. Что идет деструктивная работа. И как быть в такой ситуации человеку, который, возможно, действительно хотел работать, принимать законы. И, насколько я знаю, достаточно много законопроектов он уже написал. То есть есть какой-то потенциал, который нельзя реализовать, потому что... С одной стороны, с другой стороны, знаете, когда вы общаетесь, у вас нет слов выразить свои эмоции, вы начинаете бить человека в лицо. Это же не аргумент. Так и здесь ситуация. Ты попытайся доказать. Ты имеешь те же самые полномочия, что любой депутат, находящийся в этой фракции. Мы с вами, опять же, я думаю, вы тоже положительно относитесь к тому, что сейчас народных депутатов, по большому счету, заставили голосовать каждого за себя. Потому что это было смешно, когда два человека бегают по одному ряду, жмут за всех кнопки и выражают, может, тот депутат, за которого голосовали, он даже не поднимал этот законопроект. Но пока оппозиция не блокировала президиум, никаких не было действий. Да, я понимаю, что это плохо. Я понимаю, что на содержание Верховной Рады уходит большое количество денег. Но в то же время, для того, чтобы добиваться, опять же, законных требований, нужно прикладывать какие-то усилия. Это тоже определенный подвиг. Сейчас немногие могут сказать, что они там в оппозиции, и, по крайней мере, поддерживают оппозицию. Пусть они не в ней, пусть хотя бы поддерживают, или идеи оппозиции им как-то близки. Это тоже в нашем государстве, особенно в восточном регионе, определенного рода подвиг. Так и здесь. Если ты выбрал, он же мог пойти от фракции, не от Батькевщины, а пойти от партии регионов, как вариант. От свободы, от коммуниста. У нас же партий выдвигалось очень много. По какой-то причине, наверное, внутренне, я ему сказал, что нужно найти общий язык с фракцией Батькевщины и с фронтом ЗМИН. Если бы он был членом партии фронта ЗМИН, ну хотя бы там с 2010 года, с 2011, я бы еще понял. То есть человек стоял, ну, по крайней мере, не у истока, но он развивал эту партию, положил душу и сердце. За ним есть какие-то партийные ячейки. Все бы было понятно. И человек, он был здесь, а потом фронт ЗМИН, допустим, и Батькевщина, по какой-то причине не находит общего языка в одной фракции. Это бы было понятно. По шему счету, он и фронт ЗМИН был там пару месяцев. Он, ну, с натяжкой. То есть было требование, чтобы член возглавлял штаб, представитель фронта ЗМИН. Ну, то есть были так вот распределены. Руководил штабом представитель фронта ЗМИН, а замы были от Батькевщины. Ну, и компания в целом Арсен Борисовича сегодняшняя сходила, да, руководила? Да, руководила. Аваков, все, находясь, опять же, в Италии. Ну, мы с вами отлично понимаем, что не находясь на месте, тяжело руководить любой компанией. Так и здесь. По большому счету, если ты принял для себя такое решение, до конца нужно догирать эту игру и не поднимать из-за этого какой-то шум. А до конца это до чего? До распуска Рады или до чего? Ну, распуска Рады, мы с вами понимаем, что в ближайшее время никто этого делать не будет. Потому что у партии регионов нет глобального большинства. Социальные программы многие у нас сейчас провалены или недоведены до ума. То есть перевыборы, если они и будут, то не летом. Летом никто перевыборы не проводит. Это да. Это смысла нет. Соответственно, здесь нужно было, по крайней мере, на уровне фракции, я не слышал, чтобы, допустим, три месяца назад не милостью поднимал какие-то там глобальные вопросы, или те представители фракции, вот девчина, которые вышли из фракции, или написали заявление, начинали там какие-то демарши. То есть это случилось относительно спонтанно. Эти все действия. Это больше, в моем понимании, опять же, игра на публику. Я могу не знать всех подводных камней, но я считаю, что это, знаете, нужно быть командным игроком. Как в футбол. Играет 11 человек. Кто-то больше мастер, кто-то хорошо стоит на воротах, кто-то быстро бегает. И опять же, от того, что нападающий бегает быстрее, чем защитник, это не обязательно, что он должен там развернуться, сказать защитнику, что я с тобой играть не буду, я ухожу с поля. Он должен играть этот матч до конца. Потому что у футболистов есть действующие контракты, у тебя есть действующие обязательства перед тем избирателем, которые за тебя голосовали. Вот я, с вашего позволения, продолжу футбольную аналогию. Да, вот некий тренер, который набирает свою команду игроков, набрал игроков, которые играют из рук вон плохо. Мало того, ну, собственно, пинают на поле мяч, что называется, в свои ворота. Кто должен, помимо тех игроков, которые забивают мячи в свои ворота, нести за это ответственность? Потому что в футболе, насколько я понимаю, тренер в таких ситуациях просто уходит. Здесь позиция, по крайней мере, Виталия Александровича в том, что должен нести политическую ответственность лидер фракции. Я с ним согласен за это, потому что Арсений Петрович, допустим, за представителей, которые были включены по квотам фронта ЗМИН, он должен нести личную ответственность здесь, безусловно, он прав на все 100%. Но этому оценку должна давать фракция, совет партии, фронт ЗМИН, Батькивщины, то есть тех восьми партий, которые делегировали своих представителей во фракцию Батькивщина, а не единоличные Иванов, Петров, Сидоров. То есть, по большому счету, здесь фракция должна дать оценку действиям Яценюка. Если она посчитает, что Яценюк при составлении или участии в составлении списков будущей фракции Батькивщина что-то нарушил или включил по каким-то критериям, которые противоречат, скажем так, житейским устоям, не будем говорить о каких-то там уставных документах. Соответственно, я думаю, что здесь должны тогда выбрать новый руководитель фракции, который бы взял на себя ответственность и повел вперед. Но мы с вами, скажем, видим, наверное, что не так много лидеров в оппозиции, как это ни парадоксально. То есть, если уйдет Яценюк, то кто будет? Читая Виталия Немилостивого, то что там есть, я для себя анализировал, если уйдет Яценюк, то кто? Ну, насколько я знаю, собственно, вопрос этот был, в принципе, решен, там был в о том доверии фракции. Да, ну, здесь Яценюк в этом отношении поступил, наверное, по-мужски, может, сыграл на опережение, написал, то есть, собрал фракции, поставил вопросы о доверии лично к нему. Фракция проголосовала, соответственно, большинство во фракции считают, что Яценюк не ошибался. Или, опять же, может быть, здесь второй вопрос. Если, опять, братья Яценюка, кто взамен? Ну, там скамейка капитана, назовем их так, у оппозиции не так велика. Хорошо, если говорить о вот этом поступке, как не о разуме, вы говорите, что это спонтанно, да, но есть люди, которые говорят, что это, в принципе, то ли спланированная акция, то ли начало какого-то большого процесса, предрекает выход чуть ли еще не 20 человек из разных оппозиционных фракций, создание новой, там, некого межфракционного объединения. Вот как быть с этим? То есть это что получается? Это дальнейший развал оппозиции? И как быть в этой связи, например, с тем, что на местах районная, например, организация того же фронта ЗМИН тоже пишут заявление о выходе из партии, если не ошибаюсь, Балаклейская районная организация, вот недавно в полном составе вышла. Это все один процесс или это разные процессы? Да, это все одна цель, по большому счету. Сейчас, если говорить о фронте ЗМИН, он находится в подвешенном состоянии, потому что он вроде бы и есть, и в то же время больше акценты делает на объединенную партию, которую хотят сделать из восьми партий, но это, опять же, пока на уровне переговоров. То, что вы говорили о Балаклейской партийной организации, это имеет место, и их за это осуждать, я думаю, не стоит, потому что в момент, что мы говорим о Виталии Немерстиле, в том числе и Евгений, руководитель партийной организации в районе, выступал и говорил, господа, объясните, то есть нам прислали кого-то из Киева, при этом не обсуждая с нами, не согласовывая. Хорошо, мы смирились, знаете, получается, мы во фронте ЗМИН всегда считали, что это демократическая партия, то есть сначала все обсуждается на низах, потом наши идеи сконцентрированы, сгенерированы, передаются выше, и, соответственно, в Киеве вносится какой-то вердикт по ключевым вопросам. Здесь, получается, нас без нас женили, и при этом оказывается еще женили неудачно. То есть по прошествии какого-то времени, то есть еще же не было даже, скажем так, серьезно-оппозиционной борьбы, еще все впереди, это только начало. И оказывается, тот кандидат, которого нам рекомендовали с Киевой, я думаю, что если бы, допустим, Виталий Немерстиле рекомендовал не фронт ЗМИН, а Батькевщина, то нам бы морально было в этом отношении проще. То есть мы на себя бы, как партия фронт ЗМИ, не брали никаких обязательств. Вот если совсем коротко, последний вопрос, время программы подходит к концу. Вы говорите, что не было удивления, а вот реакция эмоциональная, как бы вы одним словом сформулировали, вот когда узнали о поступке Италия Немерстилеева, о выходе его из фракции, что это было гнев, осуждение, презрение, не знаю что. Я вам хочу сказать, что внутренне мы к этому были готовы. Осуждать его, я не Господь Бог, чтобы кого-то за что-то осуждать. А то, что случилось, по большому счету, это должно было случиться. Просто я думаю, это случится позже, если сказать так, как оно есть. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что нашли время для нас и наших телезрителей. А вам, дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас сегодня на этом все. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»